Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. От площади Куйбышева из Труковского сада до Самарских дворов. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан проверил, как идет ремонт знаковых объектов. Реставрации фабрики кухни придали ускорение. За срыв сроков подрядчику грозит штраф. Финишная прямая дороги на стадион. На улице Арена 2018 укатывают верхний слой асфальта и ставят фонари. Самый молодой министр и один из двух людей в стране. Кавалер 11 орденов Ленина. Высшая награда СССР. К списку регалий маршала Дмитрия Устинова добавилась еще одна. Почетный гражданин Самары. От Котельной станет всем теплее. В поселке Управленческом построили новый теплоузел. Ревизию прошли. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан проверил, как идет ремонт знаковых объектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По этому проекту в этом году привозят в порядок 160 дворов и такие визитные карточки города, как Струковский сад, четвертую очередь набережная и площадь Куйбышева. Олеся Корецкая на месте узнала подробности. Визитная карточка Самары, площадь Куйбышева. Капитальный ремонт выполнен на 70%. Уже укладывают верхний слой асфальта. Активная работа ведется на всей площади и в скверах. Меняется ограждение, обустраивается газон. Ремонт идет по федеральной программе, которую утвердил президент России и поручил следить за исполнением во всех округах. Есть поручение полпреда президента в Приволжском федеральном округе, который определил задачу, чтобы все средства, которые были выделены на проект «Комфортная городская среда», были выделены по назначению, исключительно по целевому назначению. Одно из главных условий федеральной программы по благоустройству – активная совместная работа с жителями. Они решают, что именно нужно сделать и контролируют работы на всех этапах. Нам представили сметы, проекты. Рассказали, какой объем работы здесь предстоит сделать. Вместе с представителями горзолинфоза обошли каждый скверик. В этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда» отремонтируют 196 дворов и несколько крупных общественных зон. В Струковском саду сейчас укладывают плитку, обустраивают лестничные спуски. Эти ступеньки уже прошли тест-драйв у общественников, которые внесли свои замечания, и работа продолжилась с учетом мнения жителей. Я полагаю, что вам тоже интересно, чтобы работы были выполнены с высоким качеством. Срок и потом посмотрим на результат. Конечно, мы будем с терпением ждать открытия опять Струковского парка заново, чтобы здесь пройти и могли здесь наши гулять. По дворе улиц Галактионовской и Самарской идет ремонт внутреннего проезда. К чемпионату приводят в порядок и фасад. И только в одном вопросе жители не могут прийти к согласию. Где разместить спортивную площадку, а где должны стоять мусорные контейнеры? В основном все жильцы нашего дома и рядом все возражают только вот этот дом за свою эту площадку. В этом весь спор. Я так думаю, что мы его решим. Я думаю, что компромисс будет найден. Для решения вопроса федеральный инспектор посоветовал жителям еще раз провести общее собрание с участием главы района, чтобы найти компромисс и успешно завершить ремонт двора по федеральной программе, которая в Самаре выполняется по всем условиям, подытожил Сергей Чабан. Согласование с общественностью есть. Соответственно, не только есть, но и общественность привлекается и участвует в проверке качества выполняемых работ. Вот за это я признателен. Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем четкий план и в соответствии с этим планом мы будем проводить работу. Мы стараемся выполнять все те задачи, которые на нас возлагает руководство страны, руководство региона. И сомнений в том, что мы с чем-то не справимся, у нас абсолютно нет. Должен сказать, что губернатор области Николай Меркушкин очень внимательно реагирует на ход ремонта. Мы понимаем ответственность, которая у нас перед горожанами, перед руководством страны. Поэтому никто никого, безусловно, не подведет. Контроль на всех объектах федеральной программы продолжится. Федеральный инспектор поручил проводить еженедельный мониторинг. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Реставрация фабрики кухни в Самаре возобновится в начале октября. Об этом заявил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Летом работы не велись. Это связано с тем, что в первоначальном проекте ремонта не учитывал состояние одной из конструкций. Процесс затянулся, и за это подрядчику грозит штраф. Архитекторы опасаются, что частично разобранные конструкции зданий не выдержат осенней и зимней непогоды. При этом подрядчики потратили уже 70 миллионов рублей. В пределах 70 миллионов освоено на этом объекте. К сожалению, все летние месяцы с июня по в настоящее время работы не проводились. В задачах производства и завершения работы на этом объекте сумма определилась. В документацию внесены изменения. В настоящее время эта документация находится на согласовании в государственной экспертизе. И предполагается, что в ближайшие 10-12 дней эти работы наконец начнутся выполняться. Всего под охраной в Самаре сейчас находится 4250 объектов культурного наследия. На реставрацию некоторых из них впервые выделена рекордная сумма – более 2,5 миллиардов рублей. Сейчас по федеральной программе в Самаре финансируется 6 объектов. В том числе возобновлены работы по Куйбышево-104. Строительные леса с памятника архитектуры должны снять к 2018 году. Строительство улицы Арена-2018 выходит на финишную прямую. На дороге к центральному стадиону начинается укладка верхнего слоя асфальта, установка фонарей и обустройство пешеходных переходов. Согласно проекту, это будет 2,5 километра, оборудованные по современным стандартам. Так, чтобы в дни матча мирового футбольного первенства до места действия могли добраться десятки тысяч зрителей. Олег Зверев узнал, когда по новой дороге можно будет проехать на машине. Сегодня здесь все готово для нанесения верхнего слоя асфальта. А уже 30 ноября по улице Арена-2018 пойдут первые машины. Еще через полгода это будет основная дорога к месту проведения международного футбольного турнира. Строительство началось в мае 2016 года. Перед тем, как приступить к работе, потребовалось расчистить путь. Одним из препятствий на пути строителей было озеро. Его пришлось частично засыпать. Зато по окончании всех работ водоем очистят, укрепят и благоустроят территорию вокруг, так чтобы он стал достопримечательностью этой улицы. В итоге город получит самую современную дорогу. Улица Арена-2018 соединит Демократическую и Волжское шоссе и примыкает к Дальней с выходом на Московское шоссе. Улица по две полосы в каждом направлении. Проезжую часть разделяет шестиметровые полоса, на которые разместится часть инженерных сетей и линий наружного освещения. Тротуар шириной 9 метров и подземные переходы предусмотрены для пропуска в условиях пиковой активности до 12 тысяч пешеходов в час. Именно такой поток зрителей ожидается в дни проведения Игр Чемпионата. А сегодня объект уже в высокой стадии готовности. Выполнены практически земляные работы на 100%. По устройству посетевающего песчаного основания процентов 90%. Это у нас осталось соединиться с улицей Демократической. Готовимся к укладке верхнего слоя, допустим. Завтра мы начинаем ее укладку. Контроль качества проводится в современной лаборатории, которая работает на месте. Подрядчик обещает, что без ремонта эта дорога простоит как минимум 10 лет. Вдоль всей улицы предусмотрены 6 автобусных остановок, центральной из которых будет стадион «Самара-арена». Олег Зверев, Константин Головин. События. На двух почетных граждан в Самаре стало больше. Теперь в этот список вошли легендарный министр военной промышленности, государственный деятель Дмитрий Устинов и заслуженный строитель России, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. На торжественной церемонии в городской думе побывала Лариса Шалафаст. Звание «Почетный гражданин Самары» в зале городской думы вручают в торжественной обстановке. О заслуженном строителе России Ростиславе Хугаеве его родные, друзья и коллеги говорят «человек слова и дело». Он не боится начинать с нуля большие дела. Так из кооператива появилась целая группа строительных компаний. Именно под руководством Ростислава Ярастовича в Самаре построили сотни тысяч квадратных метров жилья. Дома для детей-сирот и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Теперь ему присвоено звание «Почетный гражданин Самары». Я никогда не был с молодости, с детства, чтобы я волновался перед экзаменом даже так. И, конечно, это огромная ответственность. Конечно, это действительно накладывает обязательства, обязанности. И я очень-очень буду стараться со своими ребятами, чтобы действительно что-то еще хорошее делать для нашего города. Дмитрию Федоровичу Устинову звание «Почетного гражданина города» присвоено посмертно. Легендарный министр военной промышленности, государственный деятель. Он был самым молодым министром в истории страны. Устинов внес огромный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Он обеспечил массовый выпуск оружия, успешное развитие новых производств вооружения. Именно он придумал и организовал эвакуацию промышленных предприятий в восточную часть страны, в том числе в Куйбышев. Награду за маршала Советского Союза принимают его родственники. Память о знаменитом предке в семье бережно хранят много лет. В нашей семье портреты висят, как вспоминают, книги, литература. Может, так и не положено, но я после смерти Дмитрия Федоровича сын назвал его именем. Звание «Почетный гражданин» – высшая форма общественного признания. Впервые оно было присвоено в 1863 году писателю Юрию Самарину. В этом году рассматривали семь кандидатур. Выбор сделали тайным голосованием на закрытом заседании Думы. Безусловно, решения очень правильные, достойные люди. Я, с своей стороны, тоже всячески приветствую и хочу высказать слова благодарности за те решения, которые были приняты. Поэтому поздравляю вас, Брислав Ираставич, поздравляю родственников Дмитрия Федоровича. И считаю, что это очень знаменательное и знаковое событие. Мы очень дорожим званием «Почетный гражданин города». И хотя процедура обсуждения кандидатур проходит ежегодно, положительные решения принимаются не всегда. В прошлом году звание «Почетный гражданин городского округа Самара» не присваивалось. Знак отличия почетного гражданина Дмитрия Федоровича Устинова останется в Самаре. Его передадут в музей «Самара космическая». Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. Почти 186 миллионов рублей получила Самара из вышестоящих бюджетов. Дополнительные деньги направят на выплаты лизинговых платежей за покупку 10 новых трамваев, на строительство детского сада в Волгаре, благоустройство дворов и ремонт фасадов, покупку шелья для инвалидов и ветеранов. Соответствующие поправки в бюджет приняли депутаты Городской думы. Глава города Олег Фурсов обратил внимание депутатов, что бюджет города можно значительно пополнить, если усилить контроль за уплатой налогов. В частности, акциза за реализацию алкоголя. Я убедительно вас прошу к этой работе подключиться. И там еще есть много-много позиций, по которым есть резервы. Мы должны действовать здесь сообща. Мы с вами понимаем, что мы весь год с вами делим бюджет. И, к сожалению, нам денег всегда не хватает. Есть направление деятельности, куда еще город может потратить эти средства. Давайте пытаться их зарабатывать. Между тем, в Самарской области растет спрос на ипотечные кредиты. Какую сумму банки выдали за второе полугодие, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цена нефти превысила 56 долларов за баррель впервые с апреля. Валюта чуть подорожала. Курс на 22 сентября. Доллар 58 рублей 22 копейки, евро 69 рублей 26 копеек. Золото стоит 2457 рублей, серебро 32 рубля 48 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 50 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 75 копеек. С россиянами наконец-то решили поделиться доходами от недр. В Госдуму внесли проект о распределении между гражданами страны доходов от полезных ископаемых. Застройщики зафиксировали рост цен на недвижимость в России. По словам экспертов, это происходит из-за того, что ипотека становится доступнее и снижаются темпы ввода жилья. Последние три года сдавалось более 80 миллионов квадратных метров. В этом сдадут не больше 76 миллионов. В Самарской области спрос на ипотечные кредиты вырос на 13%. Во втором полугодии банки выдали более 15 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах. Будет тепло. Вне зависимости от прогнозов синоптиков, коммунальщики обещают, в домах самарцев батарея заработает в срок. По всему городу заканчивается перекладка трупа, а в Красноглинском районе в поселке Управленческий для жителей шести домов построили свою собственную котельную. Готова ли она к отопительному сезону, проверил первый замглавы Владимир Василенко. В коммунальный рейд отправилась и Марианна Мирная. Как и положено, на новое место первым запускают кота. Котельная в поселке Управленческий полностью готова к работе. Остались технические вопросы, смену зонирования и подготовка исполнительной документации. Ну, я еще раз говорю, это чисто технические вопросы. Пробный пуск газа на сухую у нас будет на следующей неделе. Значит, вызываем инспектора Ростехнадзора. Я думаю, что сделав, сделая врезку в газ до 1 октября, в принципе, при объявлении отопительного сезона мы включим. А здесь, на Алматинске, уже четвертый месяц идет перевооружение теплотрассы. 500 метров трубы были изношены. Закончить перекладку должны в ближайшую неделю, после чего участок отдадут под благоустройство. Все старые трубы сдемонтированы, проложены новые бетонные основания, выстроены новые каналы, прокладываются новые трубы в ППУ-изоляции. Срок гарантии у которых производитель дает 50 лет. Как только закончат монтаж труб, их можно будет выводить в эксплуатацию. В целом, в Самаре все участки, которые еще летом вызывали опасения, на сегодняшний день практически готовы, чтобы в каждом самарском доме к началу отопительного сезона было тепло. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Управляющие организации Самары-Тольятти стали лучшими в регионе. Подведены итоги конкурса «Лидер ЖКХ». Он проводится в губернии уже седьмой год подряд. На этот раз собрал 16 участников со всей области. Комиссия выбрала лучших среди управляющих компаний ТСЖ муниципальных образований. Главным критерием оценки были отзывы жителей. Помимо этого, учитывалось, как организации выстраивают работу с советами домов, ведут финансово-хозяйственную деятельность. Здесь самая главная поддержка населения, потому что часто проводим встречи с советами многоквартирных домов. Слышим желания и просьбы жителей. Стараемся оперативно реагировать, насколько это возможно. Также ведем большую разъяснительную работу. Мы привыкли управляющие компании ругать каждый раз. Но есть управляющие компании, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Я думаю, что вот этот конкурс, он является определенным толчком для тех управляющих организаций, которые сегодня работают на рынке ЖКХ. Все-таки народное признание и признание со стороны правительства области – это дорогого стоит. Нацистская символика, драки и пропаганда фашизма. В Самаре судят мужчину, который мог быть лидером право-радикальной группировки «ТОИС». По версии следствия, клуб футбольных фанатов, который он возглавлял, существовал с 2014 по 2016 годы. На счету его участников – беспорядки на стадионах и улицах города, призывы к экстремизму. В апреле подпольное сообщество удалось снести список запрещенных. Из зала суда репортаж Алина Чемерис. Организовал экстремистское сообщество, призывал к фашизму, провоцировал беспорядки. Такова версия следствия в отношении Евгения Гаврилова. Он и все присутствующие в зале суда старательно прячут лица от камер. Гаврилов известный среди единомышленников как Гавр. Согласно материалам дела, был лидером клуба футбольных фанатов право-радикальной группировки «ТОИС». На этих любительских кадрах видно, как молодые люди устраивают потасовку на центральной улице Самары. По мнению гособвинения, этот случай не единственный. По версии следствия, он был организатором драк и подыскивал людей, которые будут участвовать в данных драках. На основании решения советского района суда города Самары в апреле 2017 года объединение «ТОИС» было признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации. Из материалов дела следует. Группировка «ТОИС» существовала в Самаре два года. В нее входили около 20 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Фанаты-радикалы по версии обвинения использовали нацистскую символику, пропагандировали фашизм и сбивали людей неславянской внешности. Кроме того, участники экстремистского сообщества проносили пиротехнику на футбольные матчи и провоцировали беспорядки. Некоторые, включая лидера «ТОИС», уже были ранее привлечены к уголовной ответственности. «Согласно материалам дела, Гаврилов уже был судим в прошлом году за то, что избил человека. В том, что создал группировку «ТОИС» и впоследствии ей руководил, мужчина сначала сознался, потом свою позицию изменил. Если его вина все же будет доказана, Гаврилову грозит до 10 лет лишения свободы». Алина Чемерис, Константин Головин, События. Далее, коротко о других событиях дня. На стадион Самара-Арена с проверкой приедет делегация FIFA, сообщает ТАСС. Основной целью визита делегации, которую возглавит генеральный директор Оргкомитета России 2018 Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, станет обсуждение операционной деятельности стадионов во время Чемпионата мира. В Самару ревизоры должны приехать в следующий четверг, 28 сентября. Уже со следующей недели на три дня ограничат движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе – автоматической стрелки чешского производства. С помощью него вагоны с Ташкентской будут выворачивать на новую ветку. Ее прокладывают вдоль Московского шоссе. По ней трамваи будут следовать до стадиона Самара-Арена. В департаменте градостроительства рассказали, что по новой ветке смогут ходить новые трехсекционные трамваи. Девочку-подростка, получившую травму при игре в волейбол, спасатели эвакуировали с острова Зелененький. И 13-летней девочки поставили диагноз – сотрясение мозга. Во время игры ей попали мечом по голове. Состояние пострадавшей значительно ухудшилось. Девочка периодически теряла сознание. Спасательный катер забрал ребенка с острова и передал медикам. В пятницу самарские водители смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. 22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Впервые такая акция состоялась в 1998 году во Франции. Сегодня к движению официально присоединяются тысячи городов мира, традиционно в их числе и Самара. Все муниципальные перевозчики позволят автомобилистам пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. Для этого кондуктору надо будет показать водительские права. Так можно будет ездить на метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Вода в Волге прогрелась до рекордных значений. Температура воды у Самары составила около 19 градусов и превысила максимальное значение почти на градус. Между тем, в ночь на 22 сентября в Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха составит 2-7 градуса, а на севере региона синоптики прогнозируют заморозки на почве до минус 1. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов. Ветер северо-восточный в 18-13 метров в секунду без осадков. Начало праздников и первое новозаветное событие. Сегодня православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12 основных христианских торжеств. С него начинается годовой богослужебный цикл. Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье праведных Иакима и Анны, которые долго не имели детей. В библейское время бездетно считалось позором для супругов. Единственный ребенок появился после того, как родители дали обед посвятить его Богу. Во всех православных храмах прошли праздничные богослужения. В Самаре центральным местом торжеств стал храм Рождества Богородицы на улице Мичурина. Прихожане отметили престольный праздник. Литургию совершил митрополит самарский итальяцинский Сергий. По окончании верующие по традиции прошли вокруг храма крестным ходом. В завершение всех пригласили к праздничному столу. Этот праздник 20-й, то есть один из 12 самых великих праздников, который праздник Русско-Православной Церкви. Родилась праздная Богородица у этой супружеской пары, Ким и Анны, которые долго-долго не имели детей. И тем самым из них было, с одной стороны, снято народное поклятие, с другой стороны, для нас было положено начало нашего спасения христиан. Ну вот я считаю, что это семейный праздник. Потому что Богородица в этот день родилась. И родители надо почитать. К сожалению, сегодня не будет концерта. Но зато будет хотя бы небольшое праздничное угощение. Я бы сказала, маленький банкет. В здоровом теле здоровый дух. Этот олимпийский постулат каждый год опровергают паралимпийцы во всем мире. Вот а самарские колясочники на этой неделе доказали, что и они способны на многое в большом спорте. Сергей Кизоркин расскажет подробнее об их победах. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите самарские новости спорта. Паралимпийцы привезли коллекцию медалей с первенства России по плаванию. Двойной успех самарского лучника на Кубке России. Кубок Генриха Приматова остался у Самары. Дважды переиграв один из сильнейших клубов Суперлиги, Иркутский Иркут, баскетболисты Самары отпраздновали победу в традиционном предсезонном турнире памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. В этом году за Кубок сражались только две команды. В серии с двух матчей определялся обладатель трофея. Первый и второй поединок Самара уверенно выиграла. 81-59 и 82-68. А регулярный чемпионат Суперлиги стартует уже через неделю 26 сентября. Первую игру горожане проведут в Екатеринбурге с местным Уралом. Две золотые медали привез Эрдем Цидыпов с Кубка России по стрельбе из лука. В Калининграде Самарец показал лучший результат из классического оружия в личном зачете. Второе золото Цидыпов завоевал уже в командном первенстве. Турнир стал заключительным в календаре отечественных стартов летнего сезона стрельбы на открытом воздухе. Теперь Самарский лучник поедет на чемпионат мира в Мексику. Самарские паралимпийцы завоевали 14 медалей на первенстве России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В городе Руза Московской области на старт вышли 200 спортсменов из 35 регионов. Самарская сборная отметилась двумя золотыми, пятью серебряными и семью бронзовыми медалями. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин